Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня» Жители Башкирской деревни отрезаны от цивилизации Оползень разрушил дорогу В 90-е этот комбинат не дали растащить по кускам Чем сегодня живет народное предприятие «Воронежский комбинат строительных материалов» Здесь сохранились уникальные по архитектуре двухэтажные дома Построенные из первой партии кирпичей, выпущенных комбинатом строительных материалов Всегда готов! Сегодня исполняется 94 года Всесоюзной пионерской организацией имени Владимира Ильича Ленина Я поздравляю вас с Днем пионерии! У нас сегодня пионерское движение впитало в себя все лучшее из великой советской эпохи Из современного опыта В Санкт-Петербурге при поддержке ЦК КПРФ и ЛКСМ РФ состоялся благотворительный спортивный фестиваль «Во имя добра» Хотел бы отметить, что все детишки, которые работают в рамках наших спортивных проектов Они это делают на безвозмездной основе Потому что у многих родителей в условиях нынешней рыночной экономики нет таких возможностей И этим мы возрождаем лучшие традиции советского детского спорта В деревне Шакша в Иглинском районе Башкирии дорогу на улице Камазовской разрушил оползень Жильцы 12 зданий оказались буквально отрезанными от цивилизации В село не могут проехать машины пожарных, полиции и скорой помощи Даже ходить пешком рядом со своими домами люди боятся Подробнее Алексей Шабалдин Администрация сельского совета накрыла разрушение большим слоем глины Но данная мера не помогла Жилые строения день от дня все больше сползают к обрыву Вы знаете, ремонта не было Люди, жители, были еще работающие граждане И они собственными силами пытались засыпать эту дорогу Сейчас такой возможности нет, как большинство по улице проживает пенсионного возраста люди Администрация не выделяет средств и не производился ремонт дороги вообще Алена Хабибулина Волкова зимой прошлого года на автомобиле попала в провал на этой дороге К счастью, женщина с годовалой дочкой не пострадали Вызвали ГИБДД, оформили все Сделали экспертизу машины Ремонт встает больше 100 тысяч рублей Подаем в суд на Калтаманский сельсовет Потому что больше никак Это по их вине Сколько раз писали, сколько раз звонили В МЧС писали Есть отписки То, что все хорошо у вас Люди писали письма во всевозможные инстанции В Министерство чрезвычайных ситуаций В Государственный комитет по транспорту и дорожному строительству Даже главе Башкирии Но отовсюду им приходят одни отписки Это администрация главы Республики Башкирстан Рассмотрено Потом будет сообщено Жители Шакши обратились за помощью к коммунистам На пострадавшую отоползну улицу Камазовскую Приехал первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Города Уфы И рассказал, как будет решать проблему Сейчас мне собирают подписи, напишут Я возьму копии И мы напишем Обратимся к второму Вадиму Николаевичу Самый главный у нас как бы юрист Потом я первым секретарем обращусь И потом мы начнем написать И голове отмечается по новой Чтобы не ответил не туда Иглинский район Чтобы потом ответ пришел сюда деревенским Вот этим шахшинским жителям деревни Что ваш ответ взят на контроль А именно чтобы занимались и прокуратура И дальше все Следственный комитет Все вот такие вещи Надо точно выяснить Для этого деньги выделяются А куда они деваются Вот это надо выяснить Когда будет остановлен оползень В администрации Иглинского района Не сообщают Здесь говорят лишь о том Что на улице Камазовской деревни Шакша Запланировано проведение Специальной земельной экспертизы Она обойдется в сумму Около миллиона рублей Она делается не нашими специалистами Мы с своей стороны все сделали Комиссия выезжала полностью Весь комплекс работ Как только будет готово Экспертное заключение Что вот ремонт данной дороги будет Но на данную сумму Мы уже дальше будем ориентироваться От наличия средств в бюджете Шахшинцы называют условия В которых им приходится жить Катастрофической ситуацией Она требует незамедлительной реакции И даже спасения людей Только вот сотрудники администрации Похоже Экстренно решать проблему Не торопятся Алексей Шабалдин Красная линия Отметим, что депутат от фракции Единая Россия Светлана Максимова Внесла в Госдуму Два законопроекта Направленных на развитие Сельского туризма в России Возможен ли какой-либо Туристический маршрут В башкирском селе Шакша Который сползает в обрыв Пока не сообщается Россияне стали жить беднее китайцев Об этом заявил Главный аналитик Сбербанка России Михаил Матовников В представленном документе Указывается, что средняя зарплата В России составляет 433 доллара в месяц Это меньше, чем в Китае Румынии, Сербии и Польше Михаил Матовников Уверен, что проблема бедности Заключается в падении Ценно-сырьевые ресурсы Курсе валют И снижении иностранных инвестиций И выйти из сложившегося кризиса Крайне сложно Есть, собственно, два сценария Упала Джалса, как это было В 1998 году Когда мы достаточно сильно упали Но после этого Достаточно быстро Сильно восстановились Или это будет кризис Когда мы упали А затем следует период Очень длительного Низкого темпа роста Тем временем Опросы, проведенные Всероссийским центром изучения Общественного мнения Подтверждают данные Экономистов Сбербанка 65% россиян считают Необходимым сократить Повседневные расходы Вот только в КПРФ Уверены В реальности дела Обстоят еще хуже Ну вот совсем недавно Я была в Алтайском крае Мне кажется Что это не 65% Это те самые 90% Населения России Которые сегодня Оказались не у черты А за чертой бедности Поэтому Когда Называются Подобного рода Так сказать Цифры Показатели Ну Не верьте им Верьте глазам своим Спросите у людей Как им сегодня живется По данным все того же В ЦИОМа Первое место В списке страхов Россиян С большим отрывом Занимает падение Реальных доходов Населения Жизнь простых людей В регионах Только подтверждает Эти опасения Я получила письмо Из города Бийского Анастасия Чепрасова Она работает В детском садике И пишет Что расчетные листки Работников детского сада Вот она прислала Расчетные листки Значит Получают люди На руки 5397 рублей в месяц Рабочий день С 8 до 17 Пишет Анастасия Два выходных Один день Стоит 245 рублей У всех есть Семьи Кредиты Коммунальные услуги Обидно За то что у людей Есть силы работать Но нет работы С достойной заработной платы Вот он город Бийск Пытаясь выйти Из неудобного Социально-экономического Положения Чиновники продолжают Ухудшать жизнь россиян Федеральная антимонопольная Служба Предложила Поднять суммарный Платеж за коммунальные Услуги Еще на 5,5% Со следующего года А Минфин С того же года Предлагает лишить Пенсионных накоплений Граждан Чей доход Начинается От 45 тысяч Рублей в месяц Ключевые министры Отвечающие За экономическое Социальное развитие По-прежнему Не понимают Не видят Как нужно развивать страну Они по-прежнему Оперируют Только Финансовыми потоками И на этом уровне Решить существующие Проблемы Невозможно КПРФ давно Предлагает Альтернативный Путь выхода страны Из кризиса В феврале этого года Состоялся Орловский экономический форум На котором Коммунисты Предложили Так называемые 10 тезисов Зюганова Нацеленные На улучшение Жизни большинства Граждан России Мы говорим о том Что есть Возможность Увеличить Поступление в бюджет За счет Дифференцированной Шкалы подоходного налога За счет Установления Монополия Государства На производство И продажу Спиртоводочной продукции Одним словом У государства Есть серьезные Источники Для того Чтобы реализовать Позитивную программу К сожалению Правительство На реализацию Такой позитивной Программы Не нацелено В результате Мы имеем то Что имеем Санкции Введенные Евросоюзом Против России Будут продлены Об этом заявила Глава дипломатии ЕС Федерико Магерине По ее словам Пока возврат К стратегическому Партнерству С Россией Невозможен Напомним Действие Антироссийских санкций Истекает 31 июля Вопрос Об их продлении Евросоюза 28 и 29 июня Коротко о других Международных новостях 19 мая С у кранов радаров Пропал самолет Airbus 320 Египетская авиакомпания Egybter Следовавший Из Парижа В Каир На его борту 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 Сообщили Что самолет Потерпел катастрофу По предварительным данным Лайнер упал В Средиземном море Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в проекте бюджета заложено свыше 3 миллиардов долларов на усиление безопасности союзников США в Европе. Кроме того, Белый дом планирует оказать военную помощь Украине в размере 150 миллионов долларов. Число населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня в Сирии, растет. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в течение суток заключено соглашение о перемирии с представителями одного населенного пункта в провинции Алеппо. Всего на данный момент перемирие соблюдают порядка 106 провинций. Верховная Рада Украины переименовала город Днепропетровск в Днепр. Решение было принято в рамках действующего на территории страны закона о декоммунизации. Отметим, что согласно опросам общественного мнения, большинство местных жителей высказались за сохранение старого названия. По данным опроса, проведенного неправительственной организацией Amnesty International, до 80% людей в мире готовы принять беженцев в своих странах. В рейтинге государств, готовых разместить иммигрантов, лидируют Китай, Германия и Великобритания. Россия замыкает данный рейтинг. Более 60% граждан нашей страны не готовы к подобной перспективе. В День пионерии красные гавстуки получили сотни вновь принятых членов организации по всей стране. Праздничные мероприятия в честь 94-й годовщины основания пионерского движения состоялись в российских городах. На площади революции в столице Бурятии Улан-Удэ прошел смотр песни и строя. Здесь подвели и итоги конкурса рисунков и сочинений, которые школьники готовили заранее. Новосибирский День пионерии уже давно стал традиционным. Каждый год Новосибирский обком КПРФ при участии мэрии города проводит прием детей в пионеры. В этот солнечный день около главной сцены центрального парка было многолюдно. 300 школьников пришли, чтобы пополнить ряды пионеров. Помимо них на мероприятии присутствовали родители и учителя. Были те, кто не мог не остановиться, проходя мимо красочного события. Для меня лично пионер это тот, который любит свою родину. Собственно, ты готов делать для своей родины грандиозные поступки. Это даже не описать словами, что ты можешь сделать. Пионер значит первый. Значит, вам первыми быть в учебе, первыми быть в делах, первыми быть помощниками в непростых очень государственных делах. Я искренне всех вас поздравляю с этим праздничным днем. Видите, мы специально погоду даже заказали для вас, чтобы сегодня было солнечно, и вам интересно и тепло здесь находиться. В этом году желающих вступить в пионеры стало больше. Если еще несколько лет назад вступали десятками, то теперь счет ведут на сотни. Интерес к пионерии объясняется отсутствием современной замены такой организации по работе с детьми. К теме дня рождения пионерской организации мы еще вернемся. Смотрите во второй части информационной программы «Темы дня». Всегда готов! Сегодня исполняется 94 года Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. В 90-е этот комбинат не дали растащить по кускам, чем сегодня живет народное предприятие Воронежский комбинат строительных материалов. Сегодня исполняется 94 года Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Пионерия была одним из самых важных этапов в жизни советских детей. Она воспитывала и учила ребят жить и трудиться. Зорницы и артек, турпоходы, песни у костра и любимые вожаты – все это навсегда в памяти наших родителей. О прошлом и настоящем пионерского движения в репортаже Георгия Крысенко. 19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании в СССР пионерских отрядов и их объединении во Всероссийскую детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году после смерти основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина детская организация получила его имя. Это вопрос создания совершенно иного отношения к ребенку, совершенно иного воспитательного процесса. Ведь основой пионерской организации стало детское самоуправление. То есть не просто воспитание будущего гражданина, но и деятельное воспитание, приучение его к творчеству, приучение его к труду. Создание полноценного гражданина, который не только является потребителем тех услуг и тех благ, которые ему дали родители общества, а человек, который сам будет создавать следующее поколение, который сам будет создателем государства. Вот это вот было положено в основу пионерского движения. Эта мощная, объединяющая молодежь сила быстро дала свои плоды. Уже следующее военное поколение отличалось настоящим патриотизмом. Во время Великой Отечественной многие пионеры сражались на фронтах и в партизанских отрядах. Медалью за оборону Москвы наградили более 20 тысяч юных ленинцев. Пятеро пионеров удостоены звания Героев Советского Союза. Пионерия была самой многочисленной детской организацией в СССР. К 1980 году она объединяла свыше 19 миллионов человек. Пионерская организация в советское время, она выполняла важнейшую роль социализации детей, подростков, подготовки их к взрослой жизни, причем не в качестве обывателя, а в качестве граждан, осознанно участвующих в том числе и в гражданских патриотических организациях. Она включала людей в коллективную деятельность, в коллективную творческую деятельность. Она развивала способности к участию в этой деятельности. И те, кто прошел через школу пионерии комсомола, это люди, которые достаточно успешно потом могли работать в разных местах в составе коллективов. Они не боялись жить полноценной жизнью потом. С развалом Советского Союза прекратила свое существование и пионерская организация. Конечно, постоянные попытки объединить и организовать молодежь предпринимались неоднократно и не прекращаются до сих пор. Но ни движения наши с их слетами на Селигере, ни современная молодая гвардия, ни молодежное яблоко, ни Евразийский союз молодежи не способны дать подрастающему поколению ту высокую цель, которая была у каждого советского пионера. Сегодня в условиях коммерциализации, культа всеобщего потребления, таких целей у большинства молодежи просто нет. Конечно, сегодня и государственная идеология должна меняться. Детьми надо заниматься. Мы все ищем какую-то объединяющую национальную идею. Да на вот по Красной площади ходят дети России. Вот наша объединяющая российская идея. Вот за это надо бороться. КПРФ и сегодня активно поддерживает пионерское движение по всей стране. Нынешняя пионерия – это более миллиона детей из разных организаций. А красногалстучная пионерия – это уже более 250 тысяч ребят. Их число постоянно растет. Более пяти тысяч школьников, которые приехали со всей России, были приняты в пионеры на Красной площади в минувшее воскресенье. Детство должно быть счастливым, хорошо организованным. И сегодня дети, а завтра народ – это главная формула в любой стране. Новое поколение должно расти патриотичным, храбрым, умным, смелым и достойным. Тогда мы все вместе можем уверенно смотреть будущее. Я поздравляю вас с Днем пионерии. У нас сегодня пионерское движение впитало в себя все лучшее из великой советской эпохи, из современного опыта. Мы проводим сборы пионерских отрядов и организаций повсеместным. У нас мощный спортивный клуб. Формирование юного подрастающего поколения происходит прежде всего в школе. А в школе должны быть свои отряды и пионерии, и юнормейцев, и трудовые производственные бригады. То есть то, что формирует полноценного гражданина. Законы советских пионеров, призывающие любить родину, уважать старших, помогать младшим, быть первыми в труде и учебе, актуальны и сегодня. Но чтобы вырастить настоящего гражданина и патриота, нужна целая система воспитания дома в семье и на занятиях в школе. И восстанавливать такую систему нам придется, если мы думаем о будущем. Георгий Крысенко, Николай Домрин, Сергей Каверин, Наталья Корочкина. Красная линия. В нашей студии заместитель руководителя фракции КПР в Московской областной думе Александр Наумов. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. В прошлом году президент издал указ о создании союза школьников, который является практическим аналогом комсомола и пионерской организации, которые существовали в Советском Союзе. Как вам кажется, Александр Анатольевич, вот сегодня, когда пропагандируется индивидуализм в нашей стране, когда в таких социально-экономических условиях, которые сложились на сегодня, вообще можно ли воссоздать пионерию комсомолу? Я хотел бы, во-первых, поздравить с сегодняшним праздником, потому что сегодня День Пионерии. Это той организации, которая охватывала все детство в Советском Союзе. То, что все-таки власть обратилась сейчас к проблеме молодежи, к проблеме детей, это очень важно, хотя бы с точки зрения того, что необходимо что-то делать с тем, что происходит в нашем обществе. Потому что мы видим, что дети предоставлены себе. Школа превратилась, благодаря принятию Государственной Думы закона образования и введения различного ЕГЭ и все остальное, превратилась вообще в учреждение, которое оказывает услуги. Здесь воссоздать аналога полного невозможно и не получится. Хотя нужно стремиться к тому, чтобы действительно произошел некий крен именно власти в сторону того, чтобы нужно обратиться к народу, прежде всего к народу, к его проблемам, к его потребностям. Зачем сегодняшняя пионерская организация отличается от той, что была во времена Советского Союза? Пионерская организация именно Советского Союза это действительно уникальная сама по себе организация, которая создана была еще в 1922 году, 19 мая на конференции РКСМ или ВЛКСМ, которая в 1924 году получила название Ленинской Всесоюзной. Она охватывала все буквально республики Советского Союза и все дети были включены практически в процесс общих дел. Они опирались на именно любовь к родине, на социальную справедливость и воспитывались в этом же духе. Потому что мы знаем, что и в годину Великой Отечественной войны многие пионеры были и в партизанских отрядах, были с сынами полка, юнгами, помогали подпольщикам. Это тысячи и тысячи детей, но они же ведь воспитаны были уже пионерами, они получили тот идеологический заряд любви к своей родине, защите своей родине. Вот это было очень важно. После войны многие дети, пионеры, они тоже были удостоены наград, потому что они помогали восстанавливать хозяйство. Вот эта пионерия действительно воспитала целую плеяду тех людей, которые действительно гордится наша страна. Вот этот заряд любви к своей родине, патриотизма, взаимопомощи, он сохраняется. И вот то, что сейчас родители приводят своих детей на Красную площадь и в других городах принимать пионеры, это ведь во многом, это работа, то есть понимание именно родителей, то, что происходит. А вы представляете, как дети гордятся тем, что они стали пионерами? Для них это такая мифологизация, это уже то, что произошло. Вот они пионеры, они связаны с теми поколениями героическими, которые было. И вот эта гордость их распирает буквально. Александр Анатольевич, на Ваш взгляд, сегодняшней власти нужен ли коллектив или ей удобнее, чтобы каждый человек жил сам по себе? Власть нынешняя, она ориентирована на то, чтобы как можно было меньше сплоченности в обществе, чтобы было меньше возможностей отстаивать свои права. Да, коллектив им может быть и нужен был бы, но тот коллектив, который управляем. Власть объявила о том, что нужно воссоздавать. Но, как всегда, когда наберется, скорее всего, это выродится в некий, понимаете ли, пиар всего лишь. Да, мы воссоздаем. Только тогда возможно воссоздать, когда мы, наконец, поймем, что нужно все-таки гордиться своей историей. И нужно быть устремленным в будущее, чтобы наша страна, в самом деле, стала великой опять державой. Она является, по сути, но стала и великой державой, чтобы действительно можно было и гордиться своей страной. Александр Анатольевич, я благодарю Вас за беседу, большое Вам спасибо. Напоминаю, что в нашей студии был заместитель руководителя фракции КПР в Московской областной думе Александр Наумов. Смотрите далее в информационной программе «Темы дня». В 90-е этот комбинат не дали растащить по кускам, чем сегодня живет народное предприятие «Воронежский комбинат строительных материалов». В Санкт-Петербурге при поддержке ЦК КПРФ и ЛКСМ РФ состоялся благотворительный спортивный фестиваль «Во имя добра». Количество аварийного и ветхого жилья по всей России увеличивается с каждым годом. За последние 25 лет прирост вновь построенного жилья в России составил 31%, а количество ветхих зданий увеличилось более чем на 300%. У нас в стране существуют предприятия, о деятельности которых напрямую зависят объемы строительства. Народное предприятие «Воронежский комбинат строительных материалов» – одно из них. Подробнее расскажет Артем Высоцкий. Улица Силикатная в Воронеже известна ничуть не меньше, чем улица Лизюкова, прославившаяся в популярном мультипликационном фильме. Еще бы, ведь здесь сохранились уникальные по архитектуре двухэтажные дома, построенные из первой партии кирпичей, выпущенных комбинатом строительных материалов. В 1946 году на окраине Воронежа появился первый цех по производству силикатного кирпича. В годы Великой Отечественной войны город был сильно разрушен. Требовалось жилье, простое, доступное и в большом количестве. Уже через год завод выпускал миллион кирпичей в сутки. Это было в советское время, когда была плановая экономика. Этот миллион кирпичей ждало село, ждали люди на стройках. Миллион кирпичей в сутки и даже больше комбинат мог бы выпускать и сегодня. Только вот технологии за эти годы изменились. Кирпич строители покупают в основном для облицовки. Строить из кирпича все здание целиком сейчас экономически невыгодно. На отгрузочной площадке комбината скопилась готовая продукция. На заводе подсчитывают убытки. В том году получается тут на остатке, ну сколько, ну тысячи кубов, 500 кубов. Больше тут не стояло. На данный момент сейчас 20 тысяч, там с копейками получается 20 тысяч. Это в принципе месячный выпуск цеха. Как в этих условиях выжить, не прибегая к непопулярным мерам, увольнениям сотрудников и закрытию цехов? Ответ был дан еще в 90-е, когда нынешняя команда управленцев не дала растащить предприятие по кускам. Завод менеджеры забрали не себе, а распределили акции между всеми работниками. Тогда-то и стали называться народным комбинатом. У нас нету ни одного дня задержки с выплат, с зарплаты. У нас полный соцпакет. Зарплата, она в принципе на уровне. То есть если по области мало где таких. Новое оборудование в принципе вводится постепенно. Чтобы закупать новое оборудование, приходится брать кредиты. Они недешевы. В этом главная проблема. Чтобы быть конкурентно способными, здесь решили наладить выпуск газосиликатного кирпича. Это наиболее востребованный продукт на рынке. Экологически чистый материал, из которого можно строить дома, высотой до пяти этажей. Кирпич с теплой зимой не промерзает. А недавно здесь купили линию по производству окрашенного кирпича. То, что у нас, как говорится, потребителю нужно, какие цвета, такие мы и делаем. Но в основном больше, конечно, спросом пользуется у нас слоновая кость. Это желтый пигмент. Звание народного предприятия обязывает комбинат иметь развитую социальную инфраструктуру. Здесь для работников и членов их семей совершенно бесплатно. Получение специальности в учебном центре, медицинское обслуживание, спортзалы, бассейн, салон красоты, летом поездки к морю, дотация на питание, доставка автобусами на работу и домой. Должна быть зарплата хотя бы не менее 25 тысяч. Все остальное я стараюсь добавить питанием. Вы посмотрели, какое питание. Вы посмотрели, что комплексный обед стоит 35 рублей. Это тоже те же деньги. Это та же прибыль комбината, которая тратится на этих людей. Сейчас по инициативе комбината создан городской союз строителей. Он объединяет предприятия области и обязывает их давать субподряды только тем, кто является его членами. И брать продукцию только воронежских производителей. Это воодушевляет работников комбината строительных материалов. Они гордятся своим трудом и даже в непростых экономических условиях верят, что для кирпичного производства настанут лучшие времена. Артем Высоцкий, Рустам Яникеев, «Красная линия». В 2014 году Россия перебросила в Крым 9 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он подчеркнул, что военные находились на территории полуострова законно, согласно официальным договоренностям с Украиной. Коротко о других российских новостях. Следствие установило личность напавшего на отделение Московского кредитного банка. Им оказался уроженец Московской области Алексей Ухин, 1987 года рождения. Следствие рассматривает финансовый мотив как основную версию преступления. Напомним, что накануне стало известно о захвате шестерых заложников в отделении банка МКБ. В ходе спецоперации налетчик был застрелен. Крупный природный пожар охватил порядка 750 гектаров леса в Камчатском крае, сообщает ТАСС. Распространению огня способствует сухая и ветреная погода. Российские железные дороги и американская компания «Хаперлип», которая разрабатывает проект сверхскоростных поездов, создали рабочую группу для обсуждения сотрудничества. Об этом пишут ведомости. По данным издания, сейчас обсуждается лишь концепция о вероятности и объемах будущего финансирования, пока ничего не известно. Министерство образования и науки России подготовило поправки в законодательство, позволяющее детям-сиротам проживать в детских домах до 23 лет. Речь идет о тех сиротах, которые не смогли поступить в учебное заведение или устроиться на работу. Сейчас те, кто остался без попечения родителей, покидают детские дома, когда им исполняется 18. Россия ввела временное ограничение на ввоз турецких кабачков и тыкв. Как сообщили в Россельхознадзоре, в этих овощах были найдены карантинные микроорганизмы. По мнению экспертов, запрет не отразится на потребительском рынке в связи с приближающимся сезоном овощей и в России. В Санкт-Петербурге прошел благотворительный спортивный фестиваль «Во имя добра». В нем приняли участие сотни ребят из северной столицы. Сегодня все вместе здесь мы празднуем, отмечаем удивительный повод. Фестиваль спорта «Во имя добра» при поддержке Коммунистической партии Российской Федерации. Проходит именно здесь, в сердце нашего чудесного города Санкт-Петербург. Для гостей концерта были организованы веселые конкурсы и эстафеты. Ребята соревновались в прыжках на скакалке, вращении обруча, чеканке футбольного мяча, перетягивании каната и других состязаниях. Все победители соревнований получили приятные подарки от организаторов. Задача наша – это проведение той социальной политики, которая будет отвечать интересам всей страны, всех людей, вне зависимости от кошелька и имущественного состояния. Чтобы спорт стал доступным, эту линию проводит лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов. Он просил передать всем участникам фестиваля огромный привет, сказать, что мы были и будем приверженцами спорта, детского спорта, будем развивать его и надеемся, что из вас будут рождаться новые чемпионы. Концертная программа включала в себя ледовое шоу, акробатические номера и новый, но уже ставший популярным вид спорта джоли-джампинг. Мы надеемся, что это не только сблизит ребят и даст возможность пообщаться, потренироваться, поучаствовать в конкурсах и соревнованиях и посмотреть увлекательную концертную программу, но и даст им жизненный толчок обратить свое внимание, заниматься спортом, здоровым образом жизни, и быть сильными, уверенными в себе гражданами нашей страны. Гости фестиваля получили большой заряд энергии и массу положительных эмоций. Подобные мероприятия, считают в КПРФ, популяризируют здоровый образ жизни и являются одним из важных направлений деятельности Компартии. Никита Попов, Красная линия. Наш выпуск на этом завершен. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин